Суперкубок России относительно молодой трофей и в 2013 году разыгрывается только в шестой раз. Однако именно его не хватало в богатой коллекции зала славы Белогорьи. В праздничной атмосфере переполненного до отказа Дворца Спорта Космос настроение было однозначным. Белгород готовился встретить еще одну победу родного клуба. Старт матча заставил оптимистов забеспокоиться. Как такового провала в игре белгородцев не случилось. В первых двух сетах «Зенит» был просто сильнее, выиграв обе партии с одинаковым счетом 25-21. Отыгрываться с 0-2 – гроссмейстерская задача. Однако ее лидерам Белогоря уже приходилось решать в финале Олимпиады в Лондоне. Третью партию «Львы» вытянули буквально на зубах – 25-23. Символично, что точку в ней поставил гениальный Сергей Тетюхин, который и в самые трудные минуты матча не выглядел растерянным. Тут не надо ни о чем думать, нужно выходить и играть. Это самая главная заповедь, наверное, в любом виде спорта. Тяжело, конечно, команда «Зенит» – это соперник. Это одна из сильнейших команд в Европе в нашем чемпионате, против которых играть очень сложно и непросто. Четвертая партия не задалась. Белогоря почти весь сет выступала в роли догоняющего. Однако в самой концовке вы сильно прибавили, организовав себе сразу три сетбола. Гиперактивный Георг Грозер, пусть и не с первой попытки, но завершил партию победы. Вновь 25-23. Совершив фантастический камбэк, старт решающего пятого сета «Львы» провалили. А к счету 9-12 в пользу казанцев в космосе воцарилась нервная тишина. Как заправский марафонец, Белогорье вырвалось вперед на самом финише. Итог 15-13 сети, 3-2 по партиям. Болельщики допивают валидол, Геннадий Шипулин в танце. Белогорье удалось пополнить список трофеев еще и Суперкубком России. Первая игра, очень сложная. Мы еще не готовы, не наиграны. Вы видели, мне пришлось манипулировать составом максимально. Выиграть по крупицам. Очень рад, что ему выиграли. И больше ничего не хочу сказать. Белгород начал играть лучше, чем мы. Вы знаете, нет секрета, кто больше делает ошибок, кто проигрывает. Белгород, еще раз говорю, стоят там не люди, которые умеют. 2-0, для которых не счет. Поэтому чуть не получилось, да, в третьем парке. Ничего страшного. Теперь белгородцам необходим короткий отдых перед стартом в Лиге Европейских чемпионов. Путь к этому титулу львы начнут 23 октября. На своей площадке Белогорье примет бельгийский нолик. Сергей Шевченко, Дмитрий Ерема. К этому часу Белгород.